В этом здании когда-то располагалась столовая московского коксогазового завода, где по воспоминаниям старожилов готовили очень вкусные пирожки. Потом здесь был ресторан, кафе, и только в 2005 году здесь обосновался историко-культурный центр. Гордость сотрудников историко-культурного центра – постоянная краеведческая экспозиция в Большом Зале, которую собирали по крупицам всем миром. Несли личные вещи, ушедшие с советской эпохи, фотографии, документы. Есть здесь вещицы и самих сотрудников центра. Вот на этой фотографии маленькая Раиса Погорелая, будущая заведующая экскурсионно-массовым отделом историко-культурного. Ест блинчики с мясом в заводской столовой. Здесь в свое время была столовая, была заводская столовая. Здесь потрясающе здорово готовили. И особенно хорошо здесь готовили, ну мне, как ребенку так казалось, готовили блинчики с мясом. Поэтому я всегда ждала, когда папа меня возьмет и приведет сюда, в столовую, для того, чтобы вот эти блинчики с мясом откушать. Мало кто знает, что универсальный зал был спроектирован так, чтобы на миниатюрном балкончике мог разместиться музыкальный оркестр. А там, где сейчас находится выставочный зал, когда-то располагалась гостиница. На втором этаже тоже есть несколько малюсеньких комнат. Там тоже была гостиница. И когда вот в первые годы, это начало 50-х, да и в 60-е, наверное, тоже, когда люди приезжали к нам сюда, в город, им негде было остановиться, а ехали очень и очень много, как раз вот в этой гостинице можно было разместиться. Раиса Александровна живет в Видном с самого рождения. В доме на Заводской 4 прошли ее детство и юность. Вся ее жизнь неразрывно связана с этим зданием на Заводской 2. Здесь, в ресторане, она справляла собственную свадьбу. Сюда же пришла работать, когда строение отремонтировали и отдали историку культурному центру. Ведет экскурсии, уроки мужества. Вот и сегодня ее рассказ внимательно слушают воспитанники летнего лагеря и седьмой школы. В соседнем выставочном зале ожидает гостей ведущий экскурсовод Юлия Панова. Она рассказала нам о женщине, появление которой на Советской площади в 70-е годы ждала вся окрестная детвора. Это была такая женщина, которая продавала на Советской площади мороженое, и мы ее все звали тетя Мотя. Мы никто не знаем, как ее звали. Мы не знаем, как вообще ее имя, отчество. Это просто человек, который заведовал чем-то необыкновенным мороженым. К сожалению, краеведы так и не смогли выяснить, как звали ту женщину. Даже фотографии ее, увы, найти не удалось. Но едва ли найдется коренной ведновчанин, не покупавший хоть раз мороженое у легендарной тети Моти. Продавцы на улице в то время, в советское время, были все в абсолютно сверкающих белых халатах. На ней была шапочка. Она была такая вся представительная. Она всем очень серьезно раздавала либо пирожки с поведлом, либо такие вот смятые все, либо вот это мороженое. Если тебе доставался вот этот смятый, такой текущий стаканчик, это было счастье. Юлия Апанова уверяет, многие старожилы и краеведы полувшутку, полувсерьез говорят о том, что неплохо было бы установить в Видном тете Моте памятник. Ну или, по крайней мере, найти ее фотографию и выяснить, как же звали ту загадочную продавщицу мороженого. Если у вас есть какая-либо информация, позвоните в историко-культурный центр. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.